Всем привет! Вы на канале Обитатели Руин. Мы уже на локации. Это то ли бывший детский садик, то ли какое-то одно из постпредприятий одного достаточно известного заброшенного санатория. Вот мы выходим к главной аллее. Всё, конечно, выглядит очень страшно на первый взгляд. Тут видны тропинки. Люди гуляют тут с собаками. Очень интересно. Бывший детский сад от издательства «Известия». Построили его специально для дома отдыха. Также от издательства «Известия», который тоже находится на сегодняшний день в заброшенном состоянии и медленно разрушается. Режим работы был «пятидневка». Тут принимали детишек работников санатория. В конце 2021 года главное здание и территорию выставили на торги, но пока нового владельца не объявили. В 2009 году в детском садике местными жителями были замечены люди из бывших советских республик и турки. Скорее всего, жили тут нелегально. С того момента одно запустение и тлен. Так вот, аллея ведёт к дороге. Сильно светиться не будем, но на самом деле доступ к этому месту был закрыт достаточно большое количество времени. И вот только буквально, наверное, месяц, как открылись главные ворота, вообще упала половина забора. Конечно, люди находили способы сюда проникать и залезать, потому что видно и по битым окнам, и вообще, в принципе, по состоянию самой территории, что тут народ уже побесчинствовал, потусовался и, видимо, до сих пор, бывает, сюда приходят. Ну что же, пойдёмте исследовать это здание. Прямо посередине, утопая в снегу, я заметила что-то типа какого-то фонтанчика. Возможно, это был некий мини-бассейн. Но если для детей, то, в принципе, логично. Сейчас будем пробираться внутрь. На входе нас встречает унитаз, имена, и мы заходим внутрь. Ну, слушай, тут более-менее светло, кстати. О-о-о! Что-то там в конце нарисовано. Стрёбно. Складывается впечатление, что мы в каком-то апокалипсисе. Тут явно, мне кажется, что-то горело. А, ну это кухня, наверное, была. Аккуратно гвозди какие-то тут и стекло. Да, спецодежда, куры, сыр, мусор, и вот дверь выбитая. Да. Есть кто? Нет? Слава богу. Ну, вот, возможно, был. Тут второй выход на улицу. Это я даже не хочу открывать. И тут вытяжка. Да. Ну, значит, вытяжка. Это что-то... Ха! Там лампочки нет. Такая огромная железная дверь. Вот тут явно был склад. Баночек, скляночек. Всего похожего. А вот и двери. Ну вот она, красавица. Её очень... Да, тут очень глубокий подвал сейчас. Пипец. И канализацию, видимо. Там течёт вода просто ужасно. Стопя... Слушай, тут уже начались комнаты, где, видимо, спали люди. Дети. Возможно, ещё кто-то. Вот двойные такие... кровати. Стояктичка. Стояктичка. Стояктичка, зайди. Ох-ох. Ага. Вон она вот такая-то стругая. То есть сюда идёт подача воды, что ли? Нормально. И вот такой вот выход. Сентрального окружения. Ну, странно. Почему нельзя было отключить? Они её отключили, наверное, поднимают. Не до конца. Так. Тут уже тоже начались эти комнатки. Бараки какие-то. И вот мы входим в одну из каких-то актовых, наверное, комнат. Вот такая вот резкая ещё надо мной. И вот тут присмыкались ещё комнатки. Не знаю, почему заложены все окна. Ух-х-х. Да, здесь лучше находить. Пошли на второй этаж. Да. Тут, ребята, чтобы вы понимали, я чуть не провалилась. Низ почувствовала, что подо мной просто уходит пол. Не хотелось бы провалиться в подвал. Пускай он там хоть по щиколотку, хоть по колену, хоть по всю голову, все равно это очень неприятная ситуация. Мы с вами пойдём наверх. Был какой-то нарисованный витраж. и мы с вами уже на втором этаже. Тут кнопка старт-стоп. Неизвестно где-то чего. О, тут уже как-то поприличнее. всё выглядит. Уже пусто. Возможно, были какие-то игровые комнаты. тут. Блин, я не знаю. Всё. Вот страшно тут даже как-то. А главное, вот это, мне кажется, не было тут. Не должно было быть тут. Так, нашли какую-то маленькую коморку. А, точно, это душ. Скорее всего, был. Но тут уже всё разгромлено. Только что обратили внимание, что все вот эти металлические конструкции прикреплены на доске, которые прикреплены к потолку. кто-то, видимо, специально это тут сделал. Но непонятно зачем и для чего. Да, и вот это. Как-то на первый момент это не кинулось взгляду. Ой, краска. Это просто жесть. Косьюшись. И у второй части нас ожидает мусорка. Уху! Да, тут выбитые окна. Достаточно сложно ходить по такому месту и что-то комментировать, когда из комнаты в комнату вот погромы постоянно. И видно, что народ сюда просто в какой-то момент приходил выпустить пар. вот так. Вот она и есть. Нашли также на территории какое-то, видимо, техническое здание и такую беседку, что ли. какой-то маленький дом. Да, с другой стороны у него есть проход. Но через такой снег очень сложно пробираться. Поэтому в него, к сожалению, я вряд ли зайду. техническое здание тоже вот пока непонятно открыто оно. А, это медицинская часть. Поэтому нам точно надо туда добраться. Господи. Я просто уже по колено в снегу. Мужец какой-нибудь. тут тоже везде выбиты стекла. Внутри носительная пустота. Честно, я просто уже не могу идти по этому снегу. Чуть не провалилась в какой-то туннель. Но добралась до двери и явно я ее вообще никак физически не открою. завалена снегом и не вообще открыта или нет. Ложновато, конечно. Привегаться огонь надо, не знаю, что вот тут внизу. Поэтому наверное на сегодня мы с вами останемся без медчасти. Скорее все там такой же тлен, как и в главном здании. Я думаю, скляночек, баночек уже давным-давно там нету. А я могу не дай бог простудиться от всей этой вылазки по сугробам. Поэтому возвращаюсь обратно и на этом мы будем с вами закругляться. Нашла куда вели те белые дверки внутри, где была вентиляция. Скорее всего, сюда просто затаскивали готовую еду, напитки и все. Отправлялся в столовую. Вон одинокая люстра висит. Ну что же, на этом это видео будет подходить к концу. Я надеюсь, что этот объект вам понравился. Если это так, то ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок